Здравствуйте, дорогие зрители! В прошлый раз, когда я немного пытался рассуждать о сыроедении, я сказал все, что угодно, кроме того, что готовился сказать. Поэтому сейчас я вкратце возвращусь к этой теме и попробую перечислить продукты, которые мы не привыкли есть сырыми, но которые в сыром виде являются съедобными и даже довольно-таки вкусными. Я знаю, что есть много людей, которые, например, считают удивительным употреблением даже сырой свеклы в пищу. Даже если она должным образом измельчена, приправлена растительным маслом, но почему-то считается, что ее обязательно нужно варить. Без этого никак. А вместе с тем ее, конечно, полезно употреблять и в сыром виде. Ну, ладно, свекла. Я хотел бы сказать о кабачках. Дело в том, что кабачки, как ни крутите, мы всегда их почему-то подвергаем технической обработке. Более того, чаще всего история с кабачками начинается с их жарки, поджаривания. То есть мало того, что мы прокаливаем растительное масло и создаем тем самым очень неблагоприятную канцерогенную среду в нашей сковородке, в нашей тарелке потом, мы, кроме того, подвергаем сами кабачки технической обработке, из-за чего они теряют очень много. И поверьте, что кабачки, так же, как и цукини, причем цукини как желтые, так и зеленые, так и патиссоны, они совершенно съедобны в сыром виде. И более того, они очень вкусные. Вот особенно все желтое вкусно, как я вам сказал когда-то. Патиссоны и цукини желтого цвета чрезвычайно вкусные. И не нужно бояться их иногда хотя бы употреблять в таком виде, потому что если мы употребляем их только в термически обработанном виде, то получается, что мы всю жизнь лишаем себя того максимума, который может нам дать этот продукт. В данном случае мы говорим о кабачках. Поэтому вы же не боитесь есть огурцы, например, сырыми. Хотя кто-то их ухитряется жарить, но все-таки чаще всего мы их все-таки едим сырыми. Поэтому можно попробовать и кабачки. Вдруг они подойдут вам для какого-нибудь салата, другого не вам понравится. Далее, тыква. Это обязательно почему-то каши, каши, всяческие такие запекания, даже, может быть, и поджаривание. Но тыква в сыром виде очень даже вкусна. Ее можно, например, натереть как морковь. И сделать из нее салат с чем-нибудь еще тем, что вам понравится. Орехи, что-нибудь еще. Вы можете себе придумать. Можете придумать какой-то десертный вариант. А можете, я, например, предпочитаю тыкву, рассматривать не как десертное блюдо, не как овощ, вернее, как овощ, значит, какой-то овощ, который предназначен для десертов, а прямо наоборот. Я могу ее тушить как кабачки, и, следовательно, в салате тоже я ее употребил бы как-нибудь так, чтобы она была, может быть, даже пикантной и так далее. Поэтому из того, о чем я хотел сказать, тыква тоже занимает не последнее место. Это очень питательный, замечательный такой овощ. И поймите, что непременно подвергая термической обработке, абсолютно все-все-все подряд, мы все-таки многое теряем. Далее, я хотел бы сказать о корнеплодах, о некоторых белых корнях, которые у нас присутствуют, иногда не присутствуют. Но это петрушка и пастернак. Петрушка гораздо полезнее, чем пастернак. И меня крайне удивило, что когда-то доктор Малышева в эфире сказала, что корень петрушки она не пробовала ни разу в жизни. Я его ем с детства, с большим удовольствием. И если вы не ели салат из тертого, на крупной терке сырого корня петрушки и пастернака, то вы обязательно должны это попробовать, потому что это очень сладко, это вкусно, это здорово. И это еще те два корня, которые мы или вообще исключаем из своего рациона, бессознательно, или, если уж кладем в супы и борщи, то обязательно хорошенько провариваем, настолько, чтобы они превратились в бесполезную труху и только, может быть, добавляли бы какую-то слабую нотку к общему вкусовому букету нашего варева, но никак не предоставили в распоряжении нашего организма все то наиценнейшее, что находится в них, пока они пребывают в сыром виде. Далее я хотел бы сказать о зелени моркови. Вот зелень моркови – это очень вкусная вещь. Как и любая зелень, нам нужна зелень каждый день на столе, а в общем-то мы стараемся, наверное, следовать этому правилу. Мы покупаем укроп и петрушку, мы покупаем базилик по возможности, зеленый лук, кинзу и так далее, но поверьте, что ботва моркови является ничуть не менее вкусной и изысканной зеленью. Вы можете иногда попросить ее просто так, когда продают молодую морковь, такую сезонную, которая продается в начале лета, в середине лета, вы можете подойти и иногда попросить эту ботву, вам ее отдадут бесплатно, или вам ее отдадут за какие-то символические деньги, или же вы купите вместе с колешочками ботву, но ботву не вывели, не отрежете, не выбросите, а вы ее используете как самую полноценную зелень, для того, чтобы добавлять ее в салаты, для того, чтобы украшать ею что-то, и есть ее, разумеется, в сыром виде. Вообще, зелень в сыром виде – это закон. Понятно, что даже если мы для приготовления блюда используем зелень, добавляя ее в какой-нибудь булеван или борщ или суп, то потом мы все равно должны добавить зелень, для того, чтобы она присутствовала в свежем виде, не обработанном термически. Зелень наиболее чувствительна к таким вещам. Итак, ну вот я все время вспоминаю, что еще можно вам предложить. Конечно, цветную капусту не каждый из нас ел в сыром виде. А она, в общем-то, вполне съедобна в такой виде. Должен вам сказать, что картофель в сыром виде едят иногда корейцы. Они готовят такой же чай, как они готовят из моркови. И такой же мелкой стружечкой нарезают сырой картофель. Но это, конечно, на любителя. Между тем, как сырой картофель съедобен, в отличие от таких уже хорошо созревших баклажанов, они в сыром виде употребляться не должны. Они только, может быть, на самом раннем этапе, когда они имеют крохотный размер с огурчик, тогда их можно в небольшом количестве добавлять в салаты. Но я не сторонник. Я не сторонник этого шага, поэтому советовать не могу. Кроме того, вы знаете, что есть замечательная вещь мангольд. Это ботва свеклы. В Испании мангольд называется ацельгас. И там используются листья с белыми прожилками. А у нас чаще бывают сорты свеклы с красными прожилками. Короче говоря, эти листья съедобны. И в Испании их варят. У нас их тоже можно варить. Но также можно их употреблять и в сыром виде. Ну, в дозированном каком-то количестве можно употреблять в сыром виде. Например, листья шпината. Можно употреблять щавель и так далее. Щавель, вернее. Потому что уж все так путают ударения до невозможности. Свекла-свекла, свекла-свекла. Вся Россия говорит, свекла-свекла. Ну, как же это так, товарищи? Точно так же щавель и щавель – это тоже две большие разницы. Вот. Мы остановимся на варианте щавеля. Итак, теперь я даже составлял какой-то список небольшой, чтобы не забыть. Но он мне почти не понадобился. Однако уже, конечно, хочу сказать из сырых продуктов. Я, например, обожаю. Это я, не сыроед. Обожаю сырую кукурузу. Насколько же это вкусно. И насколько же немыслимо подвергать ее провариванию. И еще по рецептуре говорят, ну, конечно, соответствующего сорта. Вы, наверное, догадываетесь, какую кукурузу я имею в виду. Нежную-нежную, такую светленькую. Вот. Потому что очень часто мы варим часами эту кукурузу. Потом еще мы ее намазываем, обязательно намазываем, чем? Сливочным маслом, наверное, намазываем. Крупно солим солью зачем-то. Но нет ничего слаще и приятнее, чем съесть сырую кукурузу. Особенно, если она не очень давно собрана. И сейчас, думаю, что в конце августа примерно наступит, по-моему, период самой дешевой кукурузы. У нас здесь добрые люди. Не знаю, из каких источников, но периодически по вечерам, вот в прошлом году, в позапрошлом, выносили початки кукурузы по одной грине. Вот. Можно только догадываться, откуда она берется по такой цене. Но если она есть, можно угоститься ее с удовольствием. Просто я поедал, как какое-то хищное животное, эту кукурузу в сыром виде, в большом количестве, с невероятным удовольствием. Попробуйте. Может быть, в детстве кто-нибудь из вас пробовал, балуясь. То есть, вспомните этот опыт. Это совсем не лишнее, и это очень вкусно. И вы тоже сохраняете много чего в ней. Ну, орехи или семечки, скажем, я об этом говорить не буду. Вы знаете об этом и без меня. А что касается листьев и цветов одуванчика, то мы об этом говорили тогда, когда одуванчики цвели. И это, конечно, на любителей. Я не могу принуждать вас к этому. Но могу поделиться, что сам я очень люблю. Это и листья имеют вкус рукколы примерно. Цветы чуть-чуть другой имеют вкус. И я сейчас говорил о тех продуктах. Это были почти исключительно овощи и зелень. Которые мы не привыкли употреблять в сыром виде, но которые в сыром виде совершенно съедобны и даже вкусны. Особенно, если подумать о сочетаниях, которые можно себе с ними позволить. Но кроме всего этого, конечно, если уж говорить о сыроедении, о котором вроде как мы сейчас с вами продолжаем речь. То, конечно, подключатся все остальные фрукты, ягоды, вся остальная зелень, все остальные овощи, которые можно в сыром виде употреблять. Также сыроедение для меня лично, если бы я, например, на него перешел временно или постоянно, не обошлось бы без заквашивания. Но я заквашивал бы немного другим способом. Я заквашивал бы не быстрым горячим способом, когда рассол имеет температуру градусов 90. А я бы квасил чуть-чуть дольше, но я использовал бы живую воду из какого-нибудь хорошего бювета. Вот я уже присмотрел, все-таки здесь у себя неподалеку один, даже можно сказать, два бювета с очень хорошей водой. Не обязательно ездить на Майдан или к университету. Поэтому я считаю, что можно было бы заквашивать холодным способом, кладя те же самые специи, которые мне нравятся, кладя соль, живую воду и самые разные овощи, которые мне будут интересны. Но заквашивать их холодным способом, выдерживая таким образом, может быть, на один-два дольше, поставив в сравнительно теплое место, может быть, куда-нибудь наверх в квартире. Но ни в коем случае не нагревая и не используя кипяток. Потому что в кипятке, конечно, эти процессы ферментации померивают остывание, они очень интенсивно начинают развиваться, тем более летом. И получается так, что огурцы готовы на следующий день, помидоры готовы через 36 часов. А так все будет, может быть, более дольше. Зато это тоже будет полноценное сыроедение. Конечно, сыр-тофу нельзя отнести к сыроедческим продуктам, но по нему я скучал бы, наверное, если бы перешел на сыроедение. Но пока я на него не перешел. Поэтому все это было сказано для того, чтобы мы разобрались в том, что на самом деле есть еще много таких дверц, которые можно открыть в нашем рационе. Каких-то новых интересных образов питания или продуктов попросту, которые мы игнорируем, о которых мы не знаем или забываем, или которые мы поленились попробовать и так уж и отказались от них навсегда. Но сыроедение хорошо в первую очередь тем, что оно устраняет вот эту тотальную катастрофу бесконечной термической обработки всего подряд. Что обеспечивает поступление в наш организм продуктов питания как бы некоего третьего сорта, вместо высшего сорта, которым дается сырая пища. Вот в этом отношении я сыроедов понимаю. И это еще одна из тех причин, по которым я за сыроедение. Хотя никого к нему не призываю, сам ему не следую. И я не знаю, например, как я с ним справлюсь в точности, потому что я привык, чтобы было что-нибудь вяжущее, чтобы были какие-нибудь каши. Конечно, сыроеды употребляют злаковые или какие-то зерна, или какие-то каши, по-своему их размачивая и так далее. Что ж, может быть, имеет смысл попробовать? Не знаю, не знаю. Я не могу назвать дату преступления, приступания к сыроедению. У меня нет таких планов пока. Но пытаюсь разобраться с тем, что все-таки как можно употреблять продукты в более первозданном, в более полезном виде. Это же так просто. Кстати, когда человек сыроедет, он экономит кучу времени на готовке. Потому что уж чего-чего, а кроме как помыть, порезать, очистить в крайнем случае, а то и без этого, делать почти ничего не нужно. А сейчас период, когда, конечно, можно раздобыть любые овощи, любые фрукты. И этот период все-таки будет еще некоторое время продолжаться. Тем более нам обещают жаркий сентябрь и такое запоздавшее лето, которое подвинулось почти на месяц вперед, как я уже говорил. Так что еще есть много времени для того, чтобы вкушать здоровую пищу и тренироваться в сыроедении, если вы вдруг вознамерились обрести такой опыт. Вот о чем была сегодня речь. Мы перечисляли продукты, которые можно есть сырыми. И самое главное, мы делали все это для того, чтобы понять, насколько мы объединяем наш рацион, подвергая все подряд термической обработке. Еще раз повторяю, этот мой спич был посвящен главным образом этому. Еще из некоторых других, скажем, частей овощей, частей растений овощных, это можно было бы назвать листья, например, цветной капусты. И они совершенно съедобны, так же, как и любой, например, салат, как салатные листья. Их можно добавлять в такие же места, в такие же салаты, как и салатные листья. Вот, правда, качелишку я не советую есть ни у какой капусты. Там собираются вредные вещества, как вы знаете. Вот, ну и поэтому посмотрите, не так уж узок, собственно говоря, рацион потенциального сыроеда. Не так уж страшен он этот рацион, а он может быть достаточно широким. И то, что мы привыкли обязательно проваливать, прожаривать, то можно есть и в сыром виде. Так что я вместе с вами начинаю так, понемногу размышлять на эту тему. Может быть, я попробую перейти на некоторое время на сыроедение, потому что на сыроедение нельзя перейти, так сказать, с вечера на утро, будучи активным мясоедом и умнивором таким, да? А завтра начать сыроедить? Нет. Нет. Я не думаю, что это осуществимо для кого бы то ни было. То есть сначала человек там не ел мяса, потом он стал вегетарианцем, потом он стал веганом, потом он стал аскетичным веганом, и долгое время был аскетичным веганом, потом он, наконец, принял решение и стал сыроедом. Но это не значит, что вы должны следовать какой-то сумасшедшей философии. Опять же говорю, нет, нет, не надумывайте о себе лишнего. Но я говорю просто о гибкости нашего организма и о пределах этой гибкости. Поэтому, пожалуйста, не начинайте сыроедить завтра. Очень вас прошу. Вот. Такое мое сегодняшнее рассуждение. Большое спасибо тем, кто смотрел. Может быть, мы с вами встретимся как-нибудь еще. Желаю вам крепкого здоровья, здорового питания и всего наилучшего. Всего вам доброго.